Коронавирусная инфекция перестала быть доминирующей. Вернулся грипп, который буквально год-два назад вел себя тише воды ниже травы. Сейчас, чем больше влаги и холода, тем этому коварному вирусу лучше. Поэтому зима – прекрасное время для существования подобной проблемы. Особенно грипп любит атаковать детей и людей пожилого возраста. На сегодняшний день у нас пошел подъем заболеваемости. Это мы можем наблюдать и по количеству пациентов в поликлинике, и по количеству пациентов, которые вызывают врачей на дом. Врачи на сегодняшний день пока справляются. Да, работы стало больше, пациентов стало больше. И это требует определенных усилий со стороны врачей. Сказать, что были к этому готовы? Ну, всегда январь, февраль – это время, когда эпидемиологическая ситуация, она где-то вот на таком уровне и есть. Повышается заболеваемость, пациентов болеет больше. У взрослых вирус гриппа протекает со следующими симптомами. К повышением температуры зачастую она достигает 40 градусов, и ее сложно сбить. Головной болью и слабостью, кашлем и кишечным синдромом. Первые признаки гриппа – это, во-первых, острая интоксикация. Это повышение температуры, часто до 40, даже 41 градуса. Это боли в мышцах, боли в суставах, повышенная потливость, выраженная общая слабость. И плюс симптомы, которые характерны для респираторной инфекции. Это тот же кашель, это та же заложенность носа, насморк, обильные отделяемые из носа, обильные слезы течения, покраснение глаз. Как выражается, вот обычный общий интоксикационный симптом. Оно все начинается с этого. С появлением первых признаков гриппа, брещане должны незамедлительно отправиться на прием к компетентным специалистам. Ведь самолечение – идея традиционная. Однако именно она может только усугубить состояние болеющего человека. Зуболел примерно в понедельник, температура была высокая, каши, металлные боли, вообще слабость тела. Сначала дома пытался сам лечиться витамины всякие, жаропонижающие, но ни антибиотиков, ничего такого не принимал. И решили тогда пойти к врачу? Сегодня главным средством защиты, которое может обезопасить человека от гриппа, является вакцинация. Люди, которые успели привиться до пика заболеваемости, переносят сегодня вирус гриппа куда легче, чем те, которые думали, что их организм справится самостоятельно. У меня бабушка вакцинировалась. Мне кажется, старым людям точно надо вакцинироваться. Я не так часто болею, у меня вообще хороший иммунитет, но в последнее время довольно часто. Самолечением я не занимаюсь, всегда обращаюсь к специалистам. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями находится на постоянном контроле. Но вместе с тем многое зависит от отношения каждого человека к собственному здоровью и окружающим его людям.